А в Гомельской области растет заболеваемость ВИЧ. Что известно о пострадавших в страшной аварии под Смолевичами и кто виноват вообще. А Марк Формель ищет тестировщика трусов и носков. Говорят, возможен карьерный рост. 23 февраля на календаре. Мужчин я поздравляю с праздником. В студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Тревожная статистика. В Гомельской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией в январе выросла на 38%. Показатель составил 2,9 на 100 тысяч людей. Что на 38% больше уровня 2022. Выявлено 39 случаев заболевания. В январе среди ВИЧ-инфицированных больше всего было людей в возрасте от 25 до 29 лет и от 40 до 44. Удельный вес мужчин составил 59%, женщин 41. Основной путь передачи – половой. 87% случаев рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По социальному статусу среди выявленных пациентов преобладают лица без определенной деятельности. 41% и рабочие – 36%. 5% заболевших заразились в местах лишения свободы. Под Мозырем мужчина решил прогуляться по лесу и неожиданно для себя нашел 300-килограммовый снаряд. В милицию Мозыря позвонил местный житель и рассказал, что в лесу около поселка Сосновый он нашел этот самый боеприпас. Правоохранители выехали на место. Опасения подтвердились. Это был 300-килограммовый снаряд времен Великой Отечественной. Прибывшие на место саперы подорвали боеприпас. На месте взрыва осталась воронка. В милиции отметили, что такие находки не редкость, но чаще всего в сводки попадают Светлогорский и Жлобинский районы, где находят патроны, гранаты и другие боеприпасы. В Дубровском районе осудили работницу общепита. Женщина бесконтрольно брала продукты и деньги из кассы торговой точки. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая работала в общепите. Она вместе с начальником структурного подразделения выносила из торговой точки продукты, за которые, естественно, ни копейки не платила в кассу. Об этом пишет новостной портал Добрущины. Кроме того, из кассы доставались 10-20 рублей наличные нужды. По ее словам, долг фиксировался в отдельных книжках, но во время проверки они были уничтожены. Сумма нанесенного ущерба предприятию составила около 70 тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 50 базовых величин и возместить предприятию 35 тысяч причиненного ущерба. Что известно о пострадавших в страшной аварии под Смолевичами и кто вообще виноват? Сильные новости напоминают, что 20 февраля лоб в лоб столкнулись маршрутка и МАЗ. Водитель МАЗа задержан. Водитель маршрутки выжил, сейчас он в больнице. Погибли 11 человек, в том числе двое подростков. На данный момент в крайне тяжелом состоянии находятся 4 человека. Медики пока не дают никаких прогнозов. Еще пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. У всех у них тяжелые поражения органов и систем. Есть и хорошие новости в этом ДТП. Жизнь одной из пассажирок спас медик, который грамотно остановил кровотечение на месте аварии. В результате очень тяжелые травмы печени. Точных прогнозов медики не дают. Так кто же виноват в такой жуткой трагедии, которая унесла жизни 11 человек? Как отметил министр внутренних дел Кубраков, по предварительным данным, оба водителя не превышали скорость. А у попавшей в ДТП маршрутки был своевременно пройден техосмотр. Кто прав, кто виноват, выяснят после многочисленных экспертиз. Ну а мы приносим соболезнования близким погибших. Марк Формель ищет тестировщика трусов и носков. Говорят, возможен карьерный рост. К кандидату есть определенные требования. Опыт работы на похожей должности от 1 до 3 лет. Знание рынка нижнего белья. Также необходимо уметь грамотно и четко выделять достоинства и недостатки модели. Про зарплату в объявлении сказано, что озвучат ее по результатам собеседования. Среди преимуществ работы по профессии в компании выделяют возможность карьерного роста до профессиональной модели, работа в офисе или удаленно, а также возможность самореализации за счет участия в разработке новых продуктов для компании. В Грузии ищут белорусскую, которая накрыла волной и унесла в море. Инцидент произошел в Кабулете. Нашу соотечественницу зовут Ирина Слюсарь. Она является совладелицей театра «Лось и Светлячок». Девушка гуляла с подругой и собакой, близко, возле воды. Волна накрыла собаку и унесла от берега. Девушка попыталась спасти животное. В итоге одну из подруг накрыла волной и отбросила дальше в море. Ее подруга смогла выбраться и теперь находится в больнице. МВД и волонтеры продолжают искать пропавшую белорусскую. Кажется, у Малыша и Карлсона есть проблемы. Гостандарт запретил продавать кондитерские изделия с таким названием. Речь идет о сахаристых драже – трубочка для молока, которые производятся в России. В наборе есть трубочки с разными вкусами – малина, вишня, клубника. Но от запрета это не спасает. Дело в том, что при производстве трубочек использовались запрещенные добавки. Так что теперь и Малыша и Карлсона, попавших на прилавки белорусских магазинов, должны изъять из обращения. Минский подросток купил в Секонде худи и продал его в 7 раз дороже. Разбираться в этой бизнес-схеме пришлось милиции. На днях минские оперативники задержали 16-летнего подростка, который придумал очень хитрую схему заработка. За 40 рублей парень купил в Секонде худи, пришил к ней лейбл известной торговой марки, разместил объявление на одной из торговых площадок и стал ждать. Спустя некоторое время нашелся и покупатель. Несовершеннолетний парень из Осиповичи выложил за поделку 280 рублей. Получив посылку, он тут же обратился в милицию. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова